Всем здравствуйте! На прошлой конференции «Бубриховские чтения» я выступала с докладом о третьем инфинитиве, об образовании этой формы и о синтексических функциях. И ещё тогда обратила внимание на то, что в некоторых случаях встречается параллельное употребление формы третьего инфинитива и формы первого инфинитива. И поэтому сегодня я выступлю с докладом употребления семантика первого и третьего инфинитива в вебском языке. В этом докладе рассмотрены случаи употребления конструкции с двумя продуктивными формами, вышеупомянутыми. Целью и задачами доклада является анализ общих семантических закономерностей, анализ общих семантических закономерностей, а также поиск отличий в употреблении указанных форм в традиционных говорах и в письменной норме языка. Для исследования я использовала, рассматривала образцы вебской речи, записанные в разные годы финскими и отечественными учёными, а также литературные, художественные и публицистические тексты на вебском языке. Особенностью прибалтийско-финского синтаксиса является его глагольность, и предикат, являясь главным членом предложения, определяет синтаксические функции других его членов. В вебском языке активно используются различные модальные конструкции, одним из членов которых является инфинитив. Особой продуктивностью отличаются конструкции, в которых форма первого инфинитива и иллативная форма третьего инфинитива являются дополнением к финитному модальному глаголу. Так, форма первого инфинитива по широте универсальности своих функций, синтаксических функций, сходна с инфинитивом индоевропейских языков. Она может самостоятельно формировать предложение, в котором нет финитных глаголов, а также может выступать в роли дополнения к финитному глаголу, то есть глагольному сказуемому. Основными функциями первого инфинитива являются функции объекта или субъекта, однако он может также употребляться для выражения цели действия, выполняя адвербиальную функцию, которая и будет рассматриваться в сегодняшнем выступлении. В свою очередь форма третьего инфинитива всегда выступают в связке с финитным глаголом. Сочетаясь с непереходными глаголами, иллативная форма третьего инфинитива выражает действие, в которое включается субъект основного финитного глагола, и такие инфинитивы называются субъектными. По функции иллативная форма третьего инфинитива также сопоставима с инфинитивом русского и ряда других индоевропейских языков. Иллативная форма третьего инфинитива отчетливо воспринимается как форма иллатива, так как в ее употреблении есть много общего с иллативом имен существительных. Самая многочисленная группа непереходных глаголов, которые употребляются с формой третьего инфинитива, это глаголы движения и перемены положения, такие как мянда, идти, ляхта, отправляться, аэда, ехать и прочее. Что касается вебского языка, анализ материала показал большое сходство синтаксических функций обеих форм инфинитива, а в некоторых случаях одновременно использование этих форм. Это обусловлено тесными контактами вебсов с русскими, у которых, как уже было сказано ранее, есть только одна форма инфинитива, тождественная форма первого инфинитива прибалтийско-финских языков. Рассматриваемые формы первого и третьего инфинитива являются самыми продуктивными во всех прибалтийско-финских языках. Взаимоотношения между двумя этими формами довольно сложны и лучше всего рассматривать их с точки зрения диахронического развития. Обе инфинитивные формы возникли из падежных форм направления движения, более ранних от глагольных существительных. Первый инфинитив является более древним. Первоначальная семантика в прибалтийско-финских языках утрачена, хотя убедительно просматривается в исторической лативной форме. Форма третьего инфинитива, по всей видимости, появилась чуть позже. В ней четко рассматриваются как инфинитивный показатель, такой как ма, так и лативное окончание ха. Поскольку оба инфинитива в значительной степени соответствуют единственной форме инфинитива во многих других языках, их можно охарактеризовать как своего рода дистрибуцию. С другой стороны, тесная взаимосвязь этих форм также может быть замечена в том факте, что некоторые глаголы могут принимать оба инфинитива в качестве своих дополнений. Для сегодняшнего выступления я выбрала четыре глагола, четыре часто используемых финитных глагола. Здесь нет особого смысла, почему я выбрала именно эти глаголы. Я посмотрела именно на те глаголы, которые чаще всего встречаются в образцах речи, а также в современных текстах вебского языка, и с которыми употребляются формы первого и третьего инфинитива. Это два глагола движения – ляхта и мянда. Это глагол опыта – учить, и глагол начинания – заводида. Немножечко более подробно о глаголах расскажу позже. И рассмотрим первый глагол – это глагол мянда. На слайде я вывела несколько примеров, чтобы было более наглядно. Конечно же, это далеко не все примеры, которые я рассматривала, но тем не менее. Практически во всех говорах вебского языка глагол мянда выступает в связке с третьим инфинитивом. Я посмотрела все три говора. Вот на слайдах можно увидеть разделение. Все три говора вебского языка. И также отдельно выделила молодописьменный язык. Можно посмотреть, да, если даже по каждому примеру. По одному возьмем. В северном вебском говоре – например, перевод примеров в виде слайда. В южном вебском говоре – и так далее. Ну и в молодописьменном говоре тоже видно, что с формой глагола, финитного глагола мянда используется форма третьего инфинитива. Примеры показали, что форма с глаголом мянда используется форма третьего инфинитива. Не было в источниках замечена форма первого инфинитива. То же самое можно сказать про глагол ляхта, который переводится как «отправляться». Это еще один продуктивный глагол движения. И используется он также в связке с салативной формой третьего инфинитива. Можно также посмотреть на примерах. Но был проведен опрос среди вебских жителей Прионерского района из деревень Рыбрика, Другая река и Каски с ручей. И также были выявлены случаи в ходе устного опроса случая употребления первого инфинитива с глаголом «ляхта». Сейчас посмотрю. На примерах как раз-таки этого нет, но опрашиваемые называли оба варианта. Например, и «ляхтен Хоугайта» — это «как пойду колоть дрова», а также и «ляхтен Чапмаха». То есть использовали в своем разговоре обе формы и говорили, в принципе, комментировали, что обе эти формы, понятно, и используются. Эти примеры современного бытования свидетельствуют о том, что свидетельствуют о явном русском языковом воздействии и переносе соответствующей русской модели вебский. В письменной норме всегда, в принципе, используется форма третьего инфинитива. Дальше. Третий глагол, который был рассмотрен, это глагол опита «учить», который также является глаголом, требующим третьего инфинитива в прибалтийско-финской языковой системе. Однако, как показывают примеры, в вебском языке при инфинитном глаголе опита встречаются параллельно использования обеих инфинитивных форм. С точки зрения прибалтийско-финского синтаксиса, глагол опита требует третьего инфинитива, однако двуязычность вебсов и влияние русского языка приводят к переходу на русскую модель и употреблению конструкции с первым инфинитивом. Также можно посмотреть на примерах. В модописьменном языке всегда встречается форма третьего инфинитива. И заключительный глагол, который я рассмотрела именно для сегодняшнего выступления, это глагол «заводида» — «начинать». Глагол «заводида», который обозначает начало действия, я заимствован из смежных русских говоров со значением «начинать что-либо делать». В вебском языке в основном употребляется в связке с формой первого инфинитива, что свидетельствует о восприятии вебской бытования не только самого глагола, но и его синтаксической специфики. Также, как и в русскоязычной конструкции, в вебском языке глагол «заводида» используется с первой формы инфинитива. Интересно, что в северновепском ареале отмечены случаи связки с салативной формой третьего инфинитива. Так, северновепский, например, «заводимый метстамха», который переводится как «я начал охотиться». И нужно полагать, что такая ситуация может быть спровоцирована карельским языковым воздействием, которое, как известно, отличает северновепский диалект от других вебских диалектов. В данном случае глагол «заводида» эквивалентен карельскому глаголу «рубета» «начинать что-то делать», в сочетании с которым всегда используется и лативная форма третьего инфинитива. Интересно, что по данным словаря вебского языка соответствующий глагол «рубета» в значении «торопливо что-то делать» известен средневепским говором, где используется как раз-таки в сочетании с первым инфинитивом. Например, «рубета рата» «торопливо работать» и прочее. И, подводя итог, нужно сказать, что анализ источников показал, что форма первого инфинитива и лативная форма третьего инфинитива образуют конструкцию вместе с финитным глаголом движения, а также с другими глаголами, требующими в прибалтийско-финских языках вопроса «куда». Рассмотренные примеры свидетельствуют как о влиянии на репский язык соответствующих русских, так и о влиянии прибалтийско-финских конструкций. И сравнительный анализ диалектных вариантов и литературной нормы показал, что синтаксические функции рассматриваемых инфинитивов одинаковы во всех говорах вебского языка, формы друг от друга отличаются иногда, но только фонетические. Ну и некоторые примеры единичные можно встретить другие, нежели чем в остальных диалектах. И при этом все диалектные зоны испытали на уровне синтаксиса значительное русско-языковое влияние, которое вызвано смежным проживанием и двуизучием вебсов. Однако это влияние вписывается в традиционную прибалтийско-финскую систему, инфинитив служит дополнением к сказуемому, выраженному русским по происхождению глаголам, тем самым дополняя ряд прибалтийско-финских конструкций с инфинитивом. Спасибо большое за внимание.